Серьезно приветствую! Дорогое собрание детей Божьих, сестры, братья, молодежь и молодежь 70-х, всех. Мне действительно приятно встретить, не так много старых друзей, вообще их уже не так и много остается. С одним недавно человеком говорю, выясняю возраст, кто из нас старший. Я говорю, ну, кто его знает? Ты впереди или сзади, смотря с какой стороны их считать. Как рассказали, здесь мои старые друзья, Зайцевы, напомнил брат, что мы еще с ним в Иркутске познакомились. 78-й год, давно, правда? Вот, брат на вашем... У меня всегда до боли знакомая фамилия была, но я не знал, что это связано с роднёй друзей моей молодости, Дорофеевыми. Люба, Валя, это наша молодежь, Люба, образ Господом, Равный Господь ее отозвал. Такой костяк у нас был, где очень сильно дружили и ценили этими отношениями, пронесли их через нашу жизнь. Ну, поскольку здесь есть и много... В этой церкви, как мне помнится, я был лет 7-8 назад. Один раз был в нашем собрании. Примерно в этом. Кто-то тогда был на той встрече, да? Кто-то помнит? Ну, Зайцевы точно были. Два, три, у меня есть. С остальными... Спасибо. С остальными придется знакомиться. Ну, как вы уже слышали, меня зовут Андрей. Сейчас в таком возрасте уже говорят, надо по отчеству называть, по крайней мере, русской традиции. Мне 57 лет. Ну, я возраст свой никогда и не афишировал, и не скрывал. Шла жизнь. Знаете, у меня уже жена, уже больше 30 лет, четверо взрослых детей, все верующие, все в священную церковь, Господу. Двое из них уже женаты, ну, а двое еще с нами в процессе. У нас, так сказать, дома интернационал. Моя жена, когда мы приехали в Америку, очень боялась интернациональных браков и так далее. Ну, вот, как говорится, что боялась, то и постила. У нас первая невестка американка. И когда мы познакомились с ней, была вообще интересная история, она выросла. Мой сын с ней познакомился в церкви. Оказалось, она из штата Алабама. Приехала сюда, ну, как всегда, ознакомиться в церкви. Самое лучшее место в церкви находить спутников жизни. И потом мой сын поехал знакомиться туда, вот, с ее семьей. И оказалось, значит, в Алабаме это были первые баптистские церкви, которые еще организованы более 200 лет назад. Самая первая церковь. И что удивительно, они сохранили все традиции, которые были 200 летней давности. Традиции. Ну, я не знаю, мой сын приехал, говорит, папа, ты думаешь, ты знаешь все о традиционных церквах и ничего подобного. Вот я увидел традиционную церковь, вот это да. Ну, несколько таких зарисовок. Например, у них до сих пор в церкви нельзя никакого инструмента использовать для пения, только физгармония. Кто не знает, что такое физгармония, поднимите руку. Кто не знает. Вот несколько рук есть, да. Ну, попробуй объяснить. Это такая, знаете, ударная установка, какую... Нет, это... Это архан. Архан, где нужно на педали нажимать. И у нас дома была еще я, когда я был ребенком, физгармония. Мыши, правда, съели меха. И чтобы извлечь звук оттуда, нужно было приложить большие усилия. Так вот, кроме физгармонии до сих пор нам ничего нельзя. Вот физгармония стоит, и гитары, и так далее. Масса запретов. И при том, все подпадает под церковную дисциплину. И самое, как минимум, это замечание, в основном, отлучение. Как правило, не знаю, кажется ли это вам странным, большинство ограничений в церкви касается сестер. И в этой тоже церкви все там, одежда, косметику, отлучение, брюки на женщине отлучить и так далее. За посещение кинотеатра отлучение, за банку пива отлучение. Недавно раз решили смотреть телевизор. Две программы. Новости и американский футбол. Правда, я не знаю, как руководство церкви может контролировать этот процесс. И вот сын мне говорит, он еще много интересных вещей. Но, говорит, папа, представляешь, мужики, то есть братья, табак жуют в консервативной церкви. Я там с одним своим, говорит, будущим родственником, далеким, беседовал. Говорит, Джон, что за ерунда такая? Вас так все по правилам. Там не это, туда не ходи, здесь не встань. И вдруг табак. А не знаете, это штат, где выращивали табак еще. Рабовладельцы были, когда первые там плантации, рабов завозили. Ну и так вот эта милая привычка и осталась. В этой традиционной, консервативнейшей баптистской церкви. Говорит, он мне начал там рассказывать. Говорит, и убедил он меня, это сын мне, он говорит. Знаете, про что вы подумали сейчас? Ну, мы лучше. У нас точно вопрос табака никогда не стоял. У нас список другой. Разрешенных и запрещенных вещей. А мы не лучше. Потому что есть вещи, есть вещи действительно, которые определяют принципы жизни по Евангелии. А не то, я сегодня об этом как раз хочу говорить. А не то, что касается каких-то вещей, которые к Евангелии не имеют абсолютно никакого отношения. Итак, мы выясняли. А потом мне показалось интересным, она вот такая, разговор и все. Мне показалось, что-то связано с Европой. Показалось, что прабабушка, где-то жила на границе Белоруссии и Польши. Она была то ли полячкой, то ли еврейкой. Скорее всего, второй. Да, и вот такие. Второй сын, у второго сына жена русская. Ну, как русская, это условно. Отец украинец, мать литовка. Но они встретились в американской церкви. Она несколько слов по-русски знает. И теперь мы готовимся к свадьбе. Наша старшая дочь ей уже 31 год, но вот она будет выходить замуж. И они тоже на служение в церкви встретились. Теперь зятище будет у нас в Бразилии. Бразилиец. Он пастор церкви, пастор музыкального служения. Ну, вот такой интернациональный состав, как говорится. Жена уже давно смирилась с этим. И всех мы любим наших невесток и будущего зятя. И так далее. Ну, это несколько слов синьер. 14 лет назад мы приехали в Америку по предложению бессионерского союза в Северном Востоке. Я вообще по призванию евангелист. И знаете, когда мы говорили с братом Сергеем Довжанским, он сказал, что это будет молодежное. У меня несколько была другая тема посвящения для молодежи. Но поскольку сегодня состав такой собрался, ну, разный, я чуть-чуть изменил формат. А потом, если останется, у молодежи будет интерес и время, и задор, то мы еще с вами можем продолжить позже беседу о посвящении. И скажу, что для меня это огромная честь, это радость. Не просто родиться в верующей семье, быть христианином и всю свою сознательную жизнь служить Господом. Вот для меня это честь проповедовать Евангелие, быть евангелистом. И Господь, я об этом, вот об этом я не стесняюсь говорить и заявлять об этом вслух, что Господь меня призвал к служению евангелиста, как Павел пишет о своем призвании. Я могу об этом открыто говорить, и для меня это огромная, огромная честь и огромная привилегия служить этим даром Господу, и служить сегодня, может быть, даже в какой-то степени этим даром вам. Скажу, что в моей жизни не так много людей было, которые сыграли решающую или поворотную роль в моей судьбе, которые, ну скажем, направили меня и стали для меня примером. И один из них был мой отец. К сожалению, он умер в прошлом году, опять к сожалению. Когда мы говорим смерть, мы всегда говорим к сожалению. Даже если это 80 лет. Отцу было 83 с половиной года. Но, знаете, вот отец, отец был очень, ну вот, у него не было, он абсолютно был некоррумпированной личностью, ни духовной, ни материальной, никогда. Когда вот он был, у него 20 лет, у него оттенков не было. Из этого он очень страдал, когда он видел какие-то оттенки особые, знаете, как в христианстве иногда тоже бывает, один пишем, два в уме. Вот, и вот, и он страшно из этого страдал. Он так не оказался, наблюдал за его жизнью, что он родился не в свою эпоху. Он, как бы, для многих вещей, он был чуждый. И он оказал огромное влияние, прежде всего, примером. Ни словами столько, нас детей почти никогда не наказывал, очень редко, я запомню, может, несколько раз, когда он там для страстки брал ремень или что-то. Это за всю историю, можно несколько раз вспомнить. Он был просто человеком, который любил Господа, любил вечность, он стремился в вечность. С ним было легко говорить о вечности. А в последний год мы знали, что он болен, что он уйдет от нас. Это было горько осознавать. Но он оставил действительно неизгладимый след. Интересное дело, вот мне брат наш, меньший мой брат, он же позже гораздо признался, он на 2,5 года меня младше, он в нашей семье был такой, знаете, вот, ну, как говорят, есть такое русское слово, употребляют в отношении детей, такой ковырялка, все кругом увидеть, подглядеть, посмотреть. И вот всегда, вот такое вот где-то прислушиваться, о чем взрослые говорят, ему было страшно интересно, о чем говорят родители, когда детей нету. А? Помните? Вот кто-то недавно был в детстве. Знаете, как бывает в семье? Собираются в семья, а потом там гости пришли, а потом вот такие дети, вот они сейчас заходят, а им говорят, дети, в детскую там, тут не ваше, как украинцы кажут, не ваше мелочи. Просто разговор разговаривается. Вы сталкивались с такой ситуацией? Вас отсылали? Ну, молодежь или нет? Вы, родители, делали это? 100% все делали. И вот знаете, что он, а он знал это, то есть он придумал, тогда потом уже, когда стал взрослым, он залезал, ну, маленький такой был, долго не рос, записал, прятался, подушка где-то там под столом и слушал. О чем папа с мамой говорят, когда детей нет рядом? Впоследствии он признался, что вот эти разговоры, эти стали поворотным моментом в его судьбе, на пути к христианству. Он сказал, мои родители, никогда, даже в отсутствии нас, ни о ком не говорили плохо. Они никого не осуждали, они никому ярлыки не клеили. Их разговоры о других людях, даже наедине, были возвышенными и правильными. Родители, скажу вам, мы не всегда так делаем, да? У нас, знаете, сколько есть тем, почему мы не хотим, чтобы дети стали свидетелем, потому что есть, мы говорим, это твердая пища, для детей. Ну, вот, такой Бог подарил судьбу, и, повторяю, я очень рад этой судьбе. Я всегда страдаю от мысли о том, что масса людей этого не имеет. Масса людей сегодня не имеет. И мое сердце, как евангелиста, как христианина, болит об этом. Я сегодня хочу поделиться все-таки Словом Божиим, как уже было предложено. И, ну, сделаем мы вам, мы сделаем сегодня такой, как бы, небольшой разбор одного послания апостола Павла. Вся история человечества, она говорит о следующих вещах. Независимо от того, человек был образованным или дикарем, была ли присуща, или, так сказать, какой-то эпохе цивилизации, или развития, или не было. Был ли технический прогресс, или не было. Были это люди, имеющие грамотность, или нет. Или были грамотные, или имеющие письменность, или нет. Но всегда человек стремился к поклонению высшему веществу, или высшей силы. Если он не знал Бога, как это знали евреи, к примеру, он все равно изобретал предмет поклонения, и старался поклониться, понимая, что есть что-то над ним. Мы знаем, что Бог избрал свой, мы говорим, это избранный народ. И прежде всего, идея Бога, когда мы читаем историю еврейского народа, идея Бога была такова, чтобы эти люди служили Ему всем сердцем, поклонялись Ему, и не изменяли своему Богу. Надо заметить, когда мы читаем с самого начала требования Богу, Бога в этом вопросе под начнением к евреям, но они же очень простые. Но казалось бы, Бог говорит, вот это делайте, вот это и вот это. Если вы так вот будете делать, вы будете иметь вот это, вот это и вот это. Правильно? Или нет? И что, евреи точно так делали? С точностью-то наоборот. Вся история еврейского народа говорит о том, что они пытались обойти это. Обойти даже там, где не надо было обходить. Они изобретали идолам даже в то время своей истории, когда это было глупо, невежественно и нерационально. Не так, когда уже там, ну, понятно, ну, ни к кому, там, Моисей задержался, или что, так, это в этом не было абсолютно с точки зрения здравого смысла и логики. Не было никакой необходимости. Они это делали. Обходили все время, вот, не поклоняться по правилам, а обойти, обойти правила. Обойти правила, это была, ну, особой такой фишкой еврейского народа, и особенно это касалось десяти заповедей, исполнения субботы. Мир не стоит на месте, как мы говорим, мы сегодня живем вверх технического прогресса, и он коснулся, коснулся, опять-таки, этой области. Если вы бывали в Израиле, кто-то был в Израиле, наверное, да? Вы могли это наблюдать, или видеть, или слышать. Я был пару раз в Израиле, слышал очень множество историй по отношению к субботнему дню, что, как евреи придумали, как облегчить себе субботу. Например, один из них. В Израиле не так много высотных домов, ну, если по 30 этажей, по 40, не так много. В Израиле существует, ну, эти все дома имеют лифты, и в Израиле существует лифт субботы, или лифт выходного дня. Ну, во-первых, никакой работы нельзя сделать, плюс еще субботний день. А живешь на 40 этаже. Каким образом евреи обошли вот этот, ну, как бы, как говорится, чтобы были и овцы сытые, и, и, не, волки, и целые. Заходишь в лифт, лифт уже все, там уже все настроено, электроника, умные ребята. И лифт начинает ехать. Первый этаж остановился, второй, на каждом этаже останавливается, открывается. Откуда лифт узнает, на каком этаже, он едет. Кнопки-то нельзя нажимать. Ну, в конце концов он достигает 40 этажа. И так множество вещей, которых, ну, придумано, я скажу, это просто, это фантастика. Как не исполнить, как об этом. Существует такой рассказ, где еврей приходит к Равину и спрашивает, «Ребень, можно ли в субботу прыгать с парашюта?» «Можно,» — отвечает Равин, открывать парашют нельзя. Мы чем и думаем, да, это евреи, мы часто думаем, «О, конечно, мы лучше». Ничего подобного, мы в нашем поклонении Богу следуем тем же самым правилам. Мы стараемся никак не вспомнить Писание. А как обойти? Как облегчить, казалось бы, нашу христианскую жизнь и путь следования за Господом? А Господь говорит, «Заповеди мои нетяжки». Так же написано. А мы думаем тяжело, и мы стараемся их обойти. Мы стараемся извинить себя, мы стараемся говорить, да мы в такое время живем, да невозможно по-другому, да невозможно там в любых вопросах, которые касаются любой области нашей жизни. Давайте, вот просто, я не хочу сегодня кому-то сказать слова осуждения, я сегодня хочу как бы бросить вызов мне и каждому из нас со страниц Евангелия, потому что, Слово Божие, Евангелие осталось неизменным, оно радикально, и оно остается этим радикальным словом, которое звучит абсолютно для всех верующих, всех поколений, не исключая наше с вами поколение, не исключая на страны, в которой, любой страны, в которой мы живем, или это такая продвинутая страна, как Америка, на пике всех технологий и самого высокого уровня цивилизации, или это какая-то глушь, где живут там дикарей, еще в набедренных повязках. Я сегодня хотел бы говорить, ну скажем так, это будет обзорная такая пробка, первое послание фессалоникийца. Это удивительное послание, по некоторым вещам, сейчас, вообще, в богословском мире, или среди богословов, это послание называют эсхатологическим. Послание, которое говорит о признаках последнего времени, о том, как мы должны жить в последнее время, каким образом мы должны реагировать на события в последнее время, и как мы должны быть готовы к событиям в последнее время. Ну, примерно такой круг вопросов очерчивает все книги или послания, которые называют эсхатологическими. Я сегодня абсолютно не буду касаться эсхатологических вопросов в этом первом послании фессалоникийца, но некоторые вещи, на которые апостол Павел обращает внимание, молодую, юную совершенно церковь фессалоника, вот этих молодых верующих, еще не укрепленных верий, еще не выросших духовно, он только от них уехал. А церковь родилась на пике гонений, в страшном давлении, в ужасно развращенном городе, который с одной стороны позиционировал себя как расцвет цивилизации, греческой культуры, с другой стороны разврат и, скажем, разложение общества в моральном уровне существовало, что-то диву даешься, как ни в одних, ни в одной другой цивилизации того времени. Об этом чуть позже. И вот апостол Павел пишет это послание вот этим молодым еще в вере, или, ну, скажем так, начинающим свой путь христианства, христианства людей. И я употреблю слово, которое нет в этом послании, но оно характеризует некоторые аспекты или некоторые взгляды апостола Павла на, по крайней мере, три вопроса, о которых мы сегодня будем говорить. Апостол Павел касается радикальных отношений, употребляю слово радикальный. Радикальный – это коренной, основной, фундаментальный. И вот он касается области отношений, как его радикальный взгляд на отношения между верующими. Радикальные отношения, радикальный статус и радикальное упование. Радикальный слово подразумевает так, что в этом нет исключений. Что здесь нет много возможностей для каких-то толкований или каких-то обходов, в чем он говорит, нет возможностей для маневра, как обойти. Нужно или принимать и жить в этом победоносной жизнью во Христе силой евангельского слова, силой вдохновения Духа Святого, или от этого отказаться. Здесь не может двух истин и двух положений. Итак, свое послание. Апостол Павел начинает с обращения к вершине. Мы открываем первую главу. Давайте прочитаем некоторые стихи. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге, Отце и Господе Иисусе Христе благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, терпение и упование на Господа, нашего Иисуса Христа, пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание вашей возлюбленной Богом братьев. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделали подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого до этого места. Это не тема моей проповеди сегодня, но хочу сделать одну ремарку или одно такое замечание по поводу прочитанного текста. Апостол Павел здесь совершенно определенно говорит, высказывает одну мысль. Послушайте, он говорит, я, что знаю, я и мои сотрудники, зная ваше избрание, возлюбленное Господа братьям. Знаете, сегодня по этому вопросу, избрание, предизбрание и так далее, там, кальгизм, армянинство, существует масса дискуссий, спекуляций, споров церковных, таких, что... До вас докатилась волна, нет еще? Я не знаю, кому, кто должен хивать, пастор или конгрегация. Вот, и, вот послушайте, я, вот, апостол Павел, давайте, вот как-то, он говорит, знаю, что вы избрали. Так это написано или нет, примерно? Откуда апостол Павел знал? Что, Господь ему список выдал? Он ему что? А я ангел ему явился? Откровение ему было по поводу того, кто там избран или не избран? Ничего подобного. В этом стихе, в дальнейшем древних посланий, он пишет, потому что вы слышали, приняли слово. Абсолютно простая мысль. Если мы слышим его слово, гречник слышит слово призыва и принимает его, а по, на основании этого древних посланий, он призван, он избран для Царства Небесного. Аминь или нет, братья и сестры? Он избран на этом основании. Павел утверждает, знаем ваше избрание, потому что вы приняли слово при многих скорбях. Другой формулы быть не может. Если вы сегодня, может вас кто-то с толку сбивает, какими-то там заумными речами, послушайте, прислушайтесь вот к этой простой истине. Господь открыл вам свое слово, он открыл вас через свое слово, и он призывает вас через свое слово. И вы таким образом, я не знаю, каким образом это происходит, и в общем-то это не моего ума дело. Но я знаю, что это то, о чем сегодня я получаю свидетельство из Слова Божьего. Повторяю, я не об этом хочу говорить. И вот он говорит, вот этим своим, ну вот друзьям, фессалоникам, что, пятый стих. Потому что наше благорестство у вас было не в слове только, но и в силе во Святом Духе, со многими удостоверениями, как вы с нами знаете, каковы были мы для вас между вами. Апостол Павел апеллирует к одной удивительной такой вещи. Он, обращаясь к ним, вот к этим своим новым членам фессалоника, он говорит, вы знаете, какие мы были, когда мы встречались, вы знаете нашу открытость в отношениях. Мы вот такие были, и дальше он несколько раз в этом послании подтверждает о том, что мы были абсолютно открытыми. Некоторые места, читаю, во-вторых, говорят. Третья стих. Ибо в учении наше нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Пятый стих. Ибо никогда не было у нас, пред вами, ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Ни ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Апостол Павел апеллирует не только к ним. Говорит, вы видели, у нас не было этого, 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 этого. Вот такие мы были открытые. Больше того, такие, как мы были между вами, мы такие всегда. Мы не только, когда приехали к вам или прибыли к вам, мы вот такие вот важные, выступили с этим словом, и вы видели чуть ли не ореол над нашими глазами, и может быть там крылья утривые, просматривались. Он говорит, мы одинаковые. Вы никогда о нас другими словами не услышите другого, потому что такие мы всегда. Апостол Павел не только апеллирует к нему восприятию, как сотруднику, он говорит, что он призывает Господа в свидетели. Бог этому свидетель. Бог может быть свидетелем, что такие мы, как были с вами, такие мы везде, для всех и всегда. Десятый стих подтверждает еще и даже главы. Он еще раз возникает, обращается к этой мысли. Даже можем свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими. Открытость в отношениях. Это очень сильная позиция с одной стороны, но ужасно незащищенная с другой. Когда человек открытый, он обнажен. Он незащищен. У него нет двойных стандартов. У него вообще слово «открытость» в отношениях говорит об отсутствии двойных стандартов. Это было сделано в самое сильное обличение со стороны Христа в отношении фарисеев и книжников. Книжники и фарисеи позиционировали себя как элиту общества, с которых надо отбрать пример. Они говорили, вот так нужно жертвовать, вот так нужно молиться, вот так нужно это делать. Когда Христос вдруг обрушивает на них самую жесточайшую критику, которую только можно найти против личности, против людей в Евангелии. И надо думать, неужели хожих людей не было? Конечно были. Были гораздо, были негодяи, были насильники, были воры, убийцы. Они были, люди разложившиеся морально были. Но Христос не обратил внимания, он обличил их в жизни двойных стандартов. Да, вы такие на углах улиц, но вы так поступаете, вы вот это так говорите, а вот так делаете и так далее. Вот эта закрытость, они пытались оградить себя. Человек закрытый, он ограждает себя, знаете, такими редутами, забором. Ты никогда не знаешь, что он думает, что он переживает вообще. И таким людям, с одной стороны, живется легче. Он не пробивает, его трудно в чем-то уловить. Он закрыт, он скрывает, он не делится ничем. Он закрыт, закрытая жизнь. Открытость это незащищенность. Это, с одной стороны, обнажение, обнаженная и ослабленная позиция. Открытость, повторяю, это отсутствие двойных стандартов. Люди многие вещи скрывают. По каким причинам? Ну давайте подумаем с вами. По каким причинам вот люди не хотят быть открытыми? Страх быть узнанным. Страх, что что-то откроется. Страх, что что-то люди узнают такое, что разрушит бизнес, семью. Отношение в обществе, репутацию, авторитет. Люди живут в страхах. Стыд. Есть вещи, которые стыдно признают. Была ли это одна ошибка или несколько. Или человек живет в какой-то зависимости и грехе. Он леет в мысль, что это никогда не откроется. И человеку просто по-человечески стыдно. И гораздо удобнее быть, жить как в скорлупе. Думая, это позиция страуса. Засунув голову в песок, думая, что никто об этом не знает. Верующие люди. Мы все говорим, мы верующие, да, мы знаем. Будет Божий суд. Конечно, будет. Конечно, рано или поздно нам придется отвечать за наши поступки. Если мы верующие люди, если мы верим в слово, и в Англии на слово, нас должно касаться. И оно касается. И мы иногда мучаемся в нашем совести, думаем, ну да, это плохо. Это, ну, такое дело. Ну, один раз. Один раз сделано. И все. А потом, ну, потом, конечно, я не буду эту тяжесть носить, надо исповедоваться. Но сейчас это момент. Это момент, это беспроездная лотерея. Или идут на это нарушение, заглушая голос совести, думая, что все-таки распад тогда будет, но не зимой. Есть такая, как говорится, юмористическая иллюстрация. Рассказывает, что один банк сделал такое объявление, что дает граньки на любые суммы без всяких поручительств. Один человек позвонил, тогда правда, что у вас такие шикарные условия? Конечно, да. На любые суммы, да, любые суммы. И не надо поручительств. Не надо. Ну, а если я не отдам? Ну, тогда, говорит, вам будет стыдно, когда вы предстанете пред Всевышним. О, когда это будет. Вот как не отдадите, так и предстанете. Мы иногда думаем, у нас же такая позиция, мы откладываем эти вещи. Мы думаем, что кто-то знает, когда это будет, судьбой. Конечно, он будет. Но нам сегодня надо жить. Нам сегодня, и мы ищем пути, каким образом обойти. Апостол Павел, декларируя это, он сжигает мосты. Он, потому... Но с другой стороны, это своего рода страховка. Вы помните, апостол Павел свидетельствует о своей жизни. И он говорит чрезвычайно откровенные и неприятные вещи о себе. И интерпретируя слова апостола Павла. Он говорит, что есть вещи в моей жизни, которые мне страшно неудобны и неприятны. Вещи, которые я хочу делать и не делаю. Есть вещи, которые я не хочу делать. Больше, я говорю, злые, злое. И делаю. А некоторые... О, это апостол Павел эту аллегорию проводит. Он исповедуется, друзья мои. Он открывает связи, он сжигает мосты. Он говорит, я такой же человек, я с этим борюсь. И вот эта открытость позволяет апостолу Павлу рассчитывать на понимание друзей, на поддержку этих же фессионаловиков и других. Он открыто пишет и о своей борьбе, и о своих недостатках, и о своей победе в Иисусе Христе. Мы сегодня живем в обществе, где открытость совершенно не популярна. Мы живем в обществе, где вот этот уровень двойных стандартов, он настолько вошел во все. В мораль, в семью, в бизнес, в отношениях. И это проникает, это проникает как ржавчина в церковь. И разъедает отношения. И это становится причиной многих непониманий и скандалов. Когда ты не знаешь, ты не знаешь, кто твой друг, кто твой враг. На кого рассчитывать? Потому что все говорит одно, делает другое, поступает по третьему. Поэтому это понятие, понятие открытости, понятие открытости совершенно, совершенно не в моде. Сегодня гораздо больше в моде понятия политкорректности, толерантности, чем искренности и открытости. Одна женщина написала письмо в журнал. Если можно вонички немножко, да? Что меня сегодня за ланчем чем-то угостили, что я чувствую, пересыхает, иногда это бывает. Одна женщина написала письмо, светская женщина, но она очень искренне описала ситуацию, которая произошла в ее жизни. Она пишет, мы с мужем из 12 лет брака в 8 лет живем в разных странах. У него такая работа, что он не мог взять с собой меня и детей. Теперь у нас их трое. Двое младших родились, когда он жил уже то там, то с нами. Я привыкла к такой жизни. Нашла определенные плюсы. В прошлом году я даже вышла на работу. И вот теперь муж пишет, что ситуация меняется. И мы можем жить вместе в одной из новых европейских стран. Меня обуревает ужас. Я этого совсем не хочу. Я привыкла жить по-другому. И дети привыкли. Они всегда так жили. Теперь я должна все бросить и уехать. Мне очень непросто. Я не представляю, что мы вместе будем надолго. Столько было поводов для ссор, когда он долго не был дома, что мы оба старались вести себя нежно во время его визитов. Мы специально так поступали и контролировали отношения друг с другом. Дети тоже. Слушайте, жизнь двойных стандартов, когда рано или поздно, она не просто даст трещину. Это когда-то взорвет ситуацию в вашей личной жизни. В отношениях с друзьями, в семье. Рано или поздно, когда человек строит свою жизнь на основании закрытостей, это всегда опасность взрыва. Это всегда, знаете, бомба подложена под все. Это невозможно быть спокойным. Ты всегда должен думать, где что сказал, то ли сказал, узнать, не узнать. Ты все время как на пулках. Поэтому гораздо лучше сегодня последовать призыву апостола Павла. Его пример. Его открытому исповеданию. Вот этому радикальному взгляду на построение отношений. Второй главе, я снова еще раз прочитаю, это десятый стих и чуть ниже. Свидетели вы не Бог, как свято и правильно и безукоризменно поступали мы пред вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Апостол Павел говорит здесь о их статусе. Где вы были? Откуда вы пришли? То, где вы находитесь, это абсолютно два разных мира. Бог призывает вас в свое царство. И это царство нигде не пересекается. Ни его законы, ни его перспективы, ни видения, ни ценности этого царства не пересекается с тем, что вы были. И он говорит, что он призвал вас, чтобы вы поступали достойно этого статуса. Чтобы ваши поступки, чтобы вы строили свою жизнь совершенно на других основаниях. Чтобы в основе вашей жизни были совершенно другие ценности, призвавшего нас в свое царство и славу. Он говорит, что вы другие. У вас другой статус. Это статус предполагает совершенно разделение и когда, и он, разделение отношений мира к вам будет другим. Потому что когда вы становитесь своей Богу, вы становитесь чужими для мира. 14 стих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единопременников, что и те от Иудеев. Мы становимся чужими для мира. Мы не можем испытывать симпатии со стороны мира. Потому что ценности и цели совершенно, статус совершенно другой. Апостол Павел понимал, что эта молодая церковь является в особой защите. И когда мы приходим, когда мы получаем, когда мы обретаем этот статус, полномочный статус, быть его представителями, принадлежать его царству, искушения не исчезают. Они нас преследуют. И особенно это касалось вот этих молодых верующих. Для того, чтобы понять, почему апостол Павел так радикально пишет об этих вещах, нужно немножко обратить внимание на исторический такой концепт. Или сделать экскурс в историю этой эпохи. Это был греческий город. Как я уже сказал в начале, греки при всем расцвете, вот их культуры, цивилизация, в общем-то, греческая была одна особая тема в древнем мире. Это была страшно, ужасно развращенная нация. Ужасно. Именно греки. Не знаю, знаете ли вы этот исторический момент? Десятиградия, о котором несколько раз упоминается в Евангелии, это были греческие города, находящиеся под римским продекторатом. В этих городах жили греки. Между прочим, Христос за все три с половиной года ни разу не побывал ни в одном из городов Десятиградии. Это интересный момент. Единственный момент, когда упоминается о человеке из Десятиградии, это вы помните бесноватого, которого Христос из бесов, свиней, там конфликт. Он говорит, пойди туда. Он не пошел, ты пойди туда, в свой город и расскажи. Недавно в Израиле произвели раскопки одного из городов Десятиградия, который удивительным образом сохранился в силу того, что когда-то он был разрушен сильнейшим землетрясением в начале уже новой эры. И затем песчаные бури нанесли громадный слой песка, и поэтому он как законцервированный стоял. Современники, когда раскопали этот город, пришли в ужас от увиденного, вот этот какой уровень разложения. Кто же царил вообще во всех городах, греческих городах. Вот сегодня мы сталкиваемся, наше общество сталкивается, мы говорим, все, мир разлодан, дальше некуда. Такие законы принимаются. Вот вчера в Вашингтоне узаконили гомосексуальные однополые браки и так далее. И все это. Сегодня, ну как бы, где-то борются нам через суды. Тогда не надо было. Там все было узаконено. Представляете, вот вы идете по улице, вы идете по улице этого греческого города. И такие комнаты были, где можно запросто, на законно. Это было нормально для греков. Это поколения выросли в этом, в этой комнате снять девочку, в этом мальчика. Педофилия процветала махровым светом. Это было абсолютно нормально и законно. Современник этих событий греческий, бедовичный греческий оратор Демосфен писал о своей эпохе. У нас есть все. У нас есть куртизанки для наслаждения, наложницы для сожительства и жены, которые рождают нам законных детей. Представляете, вот эти люди пришли с общества, где вот это все было нормой. Для меня была загадка, почему апостол Павел в 4 главе, обращаясь к этой церкви в Фессалониках, ну, говорит вещи совершенно непостижимые для меня, как верующих. Послушайте. 4 глава. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать, и угождать Богу, более в том преуспевании. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Слушайте, это он членам церкви пишет. Так нежно, да? Чтобы воздерживались от блуда. Для них это было так естественно там. Он проводит эту параллель. Он говорит, послушайте, вы другие, у вас статус другой. Вы дети небесного Отца. Вы члены его царства. Не тащите этой гадости с миром. Все там оставьте. Ничего общего с миром быть не может. В большом церкви сегодня борьба против мирского. В наших церквах она сосредоточилась, может быть, на внешнем фоне, на музыке, на одежде. Упуская, упуская многие вещи, где мы уже слились с мира. Где ценности мира стали абсолютно доступными, абсолютно нормальными, привычными для христианских селей и церквей. Для нас мы думаем, что... Да, вот эти церкви мы поборем. Когда мы думаем, что многие вещи, мы даже не обращаем внимания. Настолько сегодня мы живем так называемыми ценностями этого мира. Настолько это стало естественным. Насколько мы смирились. Мы смирились с разводами в христианских семьях. Сегодня количество разводов в христианских браках равно почти количеству разводов в мире. Мы смирились с повторными браками. И даже в третий раз в церквах ищут пути, ищут длинные тексты, как и как оправдать второй брак. Я согласен, разводы это трагедия, развал семьи это трагедия. Но нам сегодня нужно остаться на незыбленных принципах Евангелия. Мы смирились с тем, что можно обманывать государство. Мы смирились с тем, что можно где-то, знаете, пройти по такой грани с миром. А что тут такого? А это нормально. Апостол Павел урещевает, послушайте, у вас другой статус. То, что было там, это нужно все оставить. Вы другие во Христе. Ваша жизнь во Христе новая, победоносная жизнь. Вашем Господе. Мне одни мои друзья рассказывали совершенно дикий случай. Они жили на одной улице, как часто живут русские в одном районе. Тут разных церквей и так далее. И мне рассказывали друзья, которые были свидетелем этой жуткой истории. Это не через кого-то. Выходной день, открытый, там убирают, дорожили, там дело. И там рядом взял один сосед-американец, дедушка. Ну, хороший, но не верующий такой, но хороший, приятный американец. Сам жил, жена умерла у него. И, а на против, так через, наискосок, жила одна большая семья с одной пенсиатнической церкви. Это не важно. Пенсиатники, мартисты, это просто картинка. У них большая семья было 12 детей. Ну и такая там все правильно, она, знаете, такая вот женщина. Все одета, юбка, до этого косырку не снимают. Ну, все правильно, одета, все как положено. Пример, картинку писать. Сынишка ее лет 8-9 или 10 там на велосипеде крутился, катался и так далее. И дедушка вышел выезжать. Дровая машина стоит. Посмотрел, никого нет. Сел в машину, начал ехать. А этот пацаненок ехал на велосипеде. И в какой-то момент дедушка зацепил бампером его велосипед. Ну, тот велосипед вельнул. Мамаша увидела, а, с той стороны. Йо, мамаша, кричит через улицу. Падай! Пацан ничего не понял. Падай, я тому говорю! Он упал, мачет. За судей пистарика съехал. Знаете, я о чем подумал? Когда вот правильная христианка, в кавычках, она в жертву молоху принесла своего ребенка. Как потом рассказывать о жизни во Христе? Как рассказывать о жизни посвящения Богу? Как рассказывать о ценностях? Когда она его, она показала, как нужно жить в этой стране, типа. Как нужно выигрывать судебные иски? Как нужно зарабатывать деньги? Он говорит, апостол Павел, кричит со страниц этого послания. Вы другие! Оставьте! Да, изгружение! Да, проблемы! Да, да, масса вещей, в которые люди попадают, верующие в зависимость. Оставьте! Это не ваше. Жизнь, угодная Богу, это жизнь, которая построена по Писанию. Выдающийся, талантливый писатель 19 века. Родился в христианской семье. Знал о Боге. Знал Библию. Закончил свою жизнь в тюрьме, без чести, впав в самые страшные грехи, включая гомосексуализм, оставил семью в позоре. Он писал уже перед своей смертью, Бог щедро одерил меня, но я позволял себе надолго погружаться в чарующую силу бесчувственности и чувственности. Устав от возвышенного, в погоне за новыми ощущениями, я нарочно погружался в бездну. Я стал пренебрежительно относиться к жизни других. Я срывал наслаждение, когда мне было угодно, и проходил мимо. Я забывал, что любой маленький, обыденный поступок создает или разрушает характер. И потому все, что делается в тайне, в комнате, будет однажды провозглашено с кровлей. Я потерял власть над собой, я уже не был кормчим своей души и не ведал об этом. Я позволил наслаждению завладеть мной. Я навлек на себя чудовищное бесчестие. Оскар Уальд. Друзья мои, с грехом шутить опасно. Молодежь, дорогая, нам нужно, да я знаю, борьба с грехом трудная. Проблемы есть. Сегодня я сейчас ехал сюда к вам на собрание, мой друг позвонил, он плачет. Андрей, молись, я не знаю, что делать. Мой сын погибает от наркотиков. У него сердце миссионера. Он много... Я говорю, почему Бог допустил это? По 10 дней он вдруг приходит где-то после 10 дней, где-то с друзьями, уже с дому, говорит, ну, нечего тащить. Пожалуйста, встань в проломе за мою семью. Друзья мои, шутки с грехом опасны. Если вы сегодня чувствуете, вас грех утаскивает, вам нужно провести эту черту. Помните, победа только на стороне Иисуса Христа. Только может быть здесь, но не в этой серой зоне, где вы пытаетесь найти компромисс со своей совестью и договориться или вытаскивать для себя какой-то кусочек удовольствия или свободы. Встаньте на сторону Христа. Это очень радикальная вещь. Наш статус, наше положение в нем, наша принадлежность Иисусу Христу. Третья вещь, о которой я хотел бы, о чем апостол Павел говорит, это о радикальном уповании. Пятая глава заканчивается очень возвышенными стихами, которые мы на память цитируем, знаем, проповедуем. И, в общем-то, они золотыми стихами являются с детства. С 16 стиха, ну, даже с 15 почитаем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра. И друг другу, и всем всегда радуйтесь. И Христа намолитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угожайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей щедрости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Полагаю, что многие знают эти слова на память. Вам не приходила мысль о том, что что-то апостол Павел не то написал? Ну, чересчур лекарь. Ну, не выполнил. Приходила ли, не приходила мысль такая? Ладно, по-другому задам вопрос. Шестнадцатый стих. Всегда радуйтесь. Поднимите руку, у кого это получается. Не ожидали такого поворота дела. Ладно, идем дальше. Семнадцатый стих. Непрестанно молитесь. Еще. Есть? Нету. За все благодарите. У нас неправильно ли у апостола Павла? Ну, давайте. Я хочу. Это не подвох. Поверьте, абсолютно. Я задаю совершенно вот такой вопрос, как он, как мне он лег при исследовании этого текста. Ну, что здесь? Где проблема? Что неправильно? Или чересчур апостол Павел что-то взял? Или мы действительно где-то не понимаем? Где-то у нас нестыковка. Ну, одну такую маленькую пометку. Ну, я с мамой моей. У меня папа Ума, она еще живая. Мама, ну, очень человек такой радикальный по жизни. Ну, знаете, я не знаю. У мамы всегда было два мнения. Одно ее, остальное, которое неправильно. И она очень рьяно защищала синодальное издание. И она настолько рьяно, что казалось, что мама верит в то, что вообще Евангелие было написано сразу в синодальном переводе, именуя греческий оригинал. И у нас были даже такие споры с ней, и я потом закону, думаю, мама уже пожилой человек, и отношения не стоит над этим упорнить. Но, тем не менее, хочу эту бумагу, заметку сделать. Вот этот текст, он не совсем точно передает дуб, то, что сказал апостол Павел. Когда он говорит, за все благодарите, вот в греческом оригинале звучит это так. Во всем будьте благодарны. Если дословно посмотреть перевод греческого, во всем. Логично получается, потому что мы не можем благодарить за зло. Мы не можем благодарить за дьявола. Мы не можем благодарить за войны. Но находясь в ситуации, когда зло вокруг нас, и зло нас одолевает, когда у нас боль, когда мы переживали, когда мы находимся в чем-то, вы будьте благодарны во всех обстоятельствах, вызывает апостол Павел. Логично, правда? Это о том, чем апостол Павел пишет на своем родном греческом языке. Тем не менее, это все равно не решает проблемы. И давайте вот откровенно подумаем, в чем же, ну в чем проблема? Можно ли это все исполнить? И может быть мы не совсем точно квалифицируем это, каким образом это должно происходить? Ну, если давайте возьмем такой аспект о молитве. Мы представляем, чаще мы ссоляемся на этот текст Писания, как мы должны молиться. Христос учил молиться, молитва ученаж. Каким образом? Возьми, зайди в комнату, да, и так далее. Создать условия. Ну, преклонить колени, или стоя. И в разных культурах это по-разному. Сейчас я не буду интерпретировать. То есть, зайти в какое-то определенное положение нашего тела, и сосредоточиться, закрыть глаза. Послушайте, знаете, мы иногда забываем, когда мы таким образом входим в состояние молитвы, мы забываем, что существует чрезвычайно тонкая грань между молитвой и вообще нашей жизнью. Потому что мы думаем, мы входим в присутствие Бога. Ведь Бог присутствует везде и всегда. Не только, когда мы сидим здесь на скамейках, в собрании, молодежь дорогая, из постарших, Он присутствовал с нами сегодня весь день. И может, в тех местах Он был, где уж точно, о которых вам не хочется вспоминать, или о чем вы вспоминаете со стыдом и желаете забыть. И Он присутствовал с нами, будет за очень тонкая грань между этими понятиями. Поэтому говорить, что только Бог тогда присутствует, когда мы в комнате, сосредоточены, слаживаем руки, закрываем наши глаза и молимся Ему. Это неправильно. Бог видит нас везде. И как раз я думаю, что об этом идет речь, о состоянии нашего Духа, пребывания во Христе. В чем же секрет? Я думаю, что секрет в 23 стихе. Давайте мы еще раз его прочитаем. Сам же Бог, мир, да, светит вас во всей полноте и Дух ваш, и душа, и тело, во всей целости досохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. И апостол Павел сосредоточивает внимание на Христе. Вот только в нем, друзья мои, когда мы в нем, он может формировать наш характер, он может формировать наше настроение, наш дух. Это состояние нашего духа. Мы можем радоваться, мы читаем Псалом 32, радуйтесь, праведные о Господе. Когда, когда, когда мы соединили, когда ничего нас с Господом не разъединяем, то же самое речь идет о молитве. Когда, когда мы, это не значит произносить молитвенные слова, это не значит обращаться к Господу все время, но это состояние нашего духа, это понимание того, что мы уже в момент, в любой момент, наша с ним связь молитвенная, непрерывная. Наше, наше, наше состояние благодарности, это наше, это понимание нашей полной, стопроцентной зависимости от благого Отца. Это понимание учения его благодати, которое, о подарке неба для нас, Иисуса Христа. Это состояние нашего духа быть в этой, пребывать в этой благодарности. У нас есть за что благодарить Бога. Я думаю, я думаю, что в этом как раз радикальный взгляд апостола Павла. Он так радикально пишет, он говорит, такие вещи, которые, казалось бы, по-человечески, совершенно верно, невозможно исполнить. Но ключ в том, в Господе. Я хотел бы предложить сейчас помолиться нам в этой первой части и знаю, будет ли еще вдохновение дальше и желание, может кто-то торопится, но я хотел бы помолиться с вами. Хотел, чтобы мы сегодня снова пошли еще мысленно, к чему нас, о чем мы сегодня говорили. Это не все, это маленькую часть этого послания мы коснулись. Если сегодня Дух Святой обличает нас, давайте посмотрим. Строить отношения по Евангелию, это строить их на основании открытостей. Нет двойных стандартов. Нам сегодня нужно, это не то, что приходит в нашу жизнь когда. Мы должны принять решение идти таким путем. Иногда это чрезвычайно трудно, если мы практиковали совершенно другие вещи, это трудно сделать первый шаг, но его сделать необходимо, чтобы шаг за шагом осуществить победу в нашем сердце через поддержку Господа нашего Иисуса Христа и силы Его Святого Духа. Нам нужно совершенно определенно понять, что мы здесь единственные полномочные представители Его Царства. Церковь это единственный инструмент и замысел, и стратегия Бога на этой земле, через которые люди попадают на небо. И мы с вами единственные те, которые можем донести эту весть прежде всего через нашу святую жизнь, а потом уже через слова свидетельства. Как когда-то сказала Мать Тереза, я стараюсь проповедовать о Христе, везде и всегда, иногда, словами. Это очень важно понять, что вещи, которые пусть заманчивые, пусть они сегодня нас где-то манят мыслью об удовольствии, но так называемые ценности мира никогда не могут и не должны стать настоящими ценностями расчетного свыше христианина. И религальный взгляд апостола Павла на уповании на Господа еще раз подтверждает, что нет другой силы, нет другого положения, нет другой идеи для христианина как полностью сосредоточиться на нашем Господе Иисусе Христе. Я хотел бы призвать вас к молитве и скажу как евангелист, о чем бы я ни проповедовал, это евангелизация, это маленькая или большая церковь, я хочу дать вам шанс помолиться. Может, сегодня вот в этом собрании мы не видим, мы не знаем друг друга. Я многие из вас встречаются впервые, может, мы никогда больше не встретимся, но может быть сегодня. Бог использовал меня вот такого несовершенного для того, чтобы какое-то слово сказать вам лично. Может, сегодня здесь у кого был особый разговор с Богом и некоторые вещи вы поняли, что вам нужно что-то менять. Вы устали, может быть, от поражений, от бесполезной борьбы, от попыток что-то сделать своими силами. Бог сегодня предлагает вам свободу. Поверьте, это есть реальные вещи и свобода от греха и жизнь в победе это реально. Я хочу сегодня засвидеть, я не могу найти таких слов, чтобы вас убедить. Более того, как человек, любой здесь, любой пастор, любой евангелист, любой человек, верующий, он не может дать вам свободы, но я хочу сегодня предложить вам шанс. Кривожит наш дух через нашу совесть и мы идем навстречу Богу. И мы открываем наше сердце и мы принимаем решение на основании этого призыва от Господа. И он гарантирует нам победу не потому, что мы такие хорошие или правильные, но потому, что мы наше упование полагаем на Господа на все сто процентов. В этом секрет. Поверьте, другого пути нет. Я хочу сейчас призвать вас к такой молитве. Я саду сюда вниз. Я хочу с вами помолиться. Если хоть один человек есть или несколько, кто нуждается в особой годатистной молитве, если ваше сердце разрывается от тоски, боли, переживания от борьбы и вам хотелось бы просто, чтобы кто-то о вас сегодня или вы помолились и о вас помолились, я хочу предложить вам такой шанс в нашем собрании. Может, не совсем привычно в рамках собраний, которые у вас проходят, извините, но такое побуждение у меня есть от Господа. Я хотел бы это предложить такую молитву. Если кто-то чувствует это мы жду. Помолиться я предложаю. Пройдите сюда вперед. Я с вами. Вместе мы будем молиться. Ваше. vаше. Продолжение следует...